В центре высыхающего Аральского моря до 1992 года располагался, пожалуй, самый секретный военный объект бывшего Советского Союза. Полигон на острове Возрождения, где до конца 80-х испытывалось биологическое оружие, имело несколько кодовых названий. Аральск-7, Бархан, ПНИЛ-52, полевая научно-исследовательская лаборатория. Участники нашей съемочной группы стали первыми казахстанскими журналистами, побывавшими на острове Возрождения после ухода военных. Мы не будем раскрывать секрет того, как мы туда попали. Такое условие поставили нам люди, которые без особого труда, игнорируя все запреты властей, проникают на остров Возрождения. В этом репортаже не будут показаны их лица. Здесь представлена всего лишь попытка объединить увиденное собственными глазами с разрозненными данными, в основном и западных публикаций, о советской программе создания биологического оружия. И самое главное, попытаться ответить на вопрос, какие риски связаны сегодня с последствиями его испытаний на территории нашей страны. Военный биологический полигон на острове Возрождения – это, пожалуй, самая тяжелая часть наследства, которое досталось нам от бывшего Советского Союза. Казахстанские специалисты до сих пор не располагают объективной информацией, какие исследования проводились на объекте Бархан. Все документы либо уничтожены, либо хранятся в секретных архивах Министерства обороны России. Неизвестно также, каким образом деятельность полигона отразилась на состоянии окружающей среды и здоровье жителей Аральского региона. По данным Федерации американских ученых, эксперименты на острове Возрождения начались задолго до Второй мировой войны, в 1936 году. Экспедиция из ста человек под руководством профессора Ивана Великанова исследовала возможность управляемого распространения тулеремии и родственных микроорганизмов. Осенью 1937 года Великанова арестовала НКВД, и работы были свернуты на 15 лет. В 1952-м советское правительство возобновило исследование. Испытательный полигон был расширен и получил название «Аральск-7». На остров перебросили воинскую часть в составе нескольких сотен человек. Ее оснастили кораблями и самолетами. В Аральске развернули еще одну часть, которая выполняла функцию базы поддержки. Ее назвали «Чайка». Полевая лаборатория разрабатывала методы биологической защиты для советских войск. Во время вторжения в Афганистан здесь испытывалось военное снаряжение, разработанное для афганских условий. Но это были всего лишь побочные исследования. В южной части острова находилась площадка, на которой распылялись аэрозольные компоненты биологического оружия. Исследовались методы их обнаружения, а также испытывались специальные бомбы, начиненные болезнетворными микробами. Смертоносные штаммы производились на предприятиях оборонного комплекса в Кирове, Свердловске, Загорске, а также в Казахстанском Степногорске. Военные микробиологи превращали сибирскую язву, тулеремию, бруцеллез, чуму, сыпной тиф и кулихорадку в оружие массового уничтожения. Применялся даже возбудитель такой специфической болезни, как венесуэльский лошадиный энцефалит. Испытания проводились на лошадях, обезьянах, овцах и лабораторных животных типа белых мышей, морских свинок и хомячков. К 80-м годам боевые или модельные штаммы микроорганизмов производились уже на основе генной инженерии. Биологическое оружие это специально подготовленный возбудитель особо опасных инфекций, опасных для человека, то есть который имеет заданные свойства практического характера, по роду выполняемых заданий, предположим. Это может быть наведенная антибиотика устойчивости к тем антибиотикам, которые планируются к профилактике данного заболевания. Устойчивость к дезинфектантам, уклонение от обычных методов лабораторного исследования. То есть это штамм, который обладает такой же или более высокой опасностью для человека, кроме того, с новыми свойствами, которые переводят его в разряд боевых штаммов. Что самое удивительное, к началу 70-х годов, как советский, так и американский генералитет всерьез готовился вести бактериологическую войну. Была разработана стратегия и тактика такой войны. К примеру, боевой агент Тулеремии мог примениться в том случае, если живую силу противника планировалось не уничтожить, а всего лишь вывести из строя. При этом заболевание умирает 1% заболевших, остальные находятся в состоянии временного пролеча. Боевую чуму называли оружием отчаяния. Его применяет проигрывающая сторона. Короткий инкубационный период, массовый охват, полная нечувствительность к антибиотикам, скоротечность и стопроцентная смертность живой силы противника. Да и оставшиеся свои тоже. В этом прослеживается какой-то средневековый ужас. Безумие не остановило даже договор от 1972 года. По инициативе президента США Ричарда Никсона, 143 государства обязались никогда не производить и не испытывать биологическое оружие, а также средства защиты от него. Однако разработки ведутся до сих пор. По данным Джудит Миллер, обозревателя влиятельной американской газеты New York Times, последние секретные исследования США имитировали действия, которые какое-либо государство или террористы предпримут, чтобы создать биологическое оружие. Цель исследований – лучше понять эту угрозу. Закрытый проект ЦРУ и Пентагона стал осуществляться еще при Клинтоне. И сейчас продолжен администрацией Джорджа Буша-младшего. Закрытый проект ЦРУ. Можно судить о том, какие огромные деньги вкладывались в советскую военно-биологическую программу. Полигон состоял из двух базовых комплексов и трех опытных полей. Так называемая промзона состояла из трехэтажного здания главной лаборатории и более десятков вспомогательных строений, холодильного блока, энергокомплекса всевозможных хранилищ. Лаборатория была оснащена современным оборудованием и полностью герметичным модулем на втором этаже. Он был оснащен в соответствии с нормами биологической безопасности третьего уровня, предполагающие работу с бактериями. В трех километрах от промзоны был расположен военный городок. В нем жили солдаты и офицеры с семьями. Здесь остались казармы, госпиталь, жилые дома, продуктовый магазин, детский сад, начальная школа, кафетерии и даже театр художественной самодеятельности. Военнослужащие регулярно прививались и получали денежные надбавки за труд в особо опасных условиях. Говорят, на острове было много женщин. Считалось, что остров Возрождения идеально подходит для испытаний смертоносных боевых агентов. Господствующие ветры всегда дули на юг, в противоположную сторону от обитаемых мест. Здесь было много солнечного ультрафиолета, который препятствовал распространению и выживанию патогенных микроорганизмов. Специальная служба была ответственна за контроль параметров окружающей среды. Однако действия военных на секретном полигоне вызывали серьезное беспокойство местных жителей. Неоднократно в районах, прилегающих к острову, происходили вспышки особо опасных заболеваний. И при этом медицина оказывалась бессильной. Сегодня Леониду Басенко 61 год. В свое время он служил в Аральске санинструктором противочумного отряда. Это один из немногих бывших военных, оставшийся на бывшем море. В те времена, по воспоминаниям пожилого человека, обо всем увиденном и услышанном запрещено было говорить слух. Когда Леонид Басенко увольнялся из армии, он подписал бумагу, которая 20 лет запрещала говорить о характере работ, проводимых в здешних местах. Сегодня бывший военный с грустью, взирая на то, как местные старатели разбирают последнее строение чайки, рассказывает следующее. Был один случай такой в Таупе. Рыбаки, там озера, рыбаки, это местные, рыбачили зимой под ледным ловом. И поймали лису, ободрали и через трое суток все померли. Не могли добиться, чтобы кто-то спас легочная чума. Трое суток все, человек погибает. Попали на одно место, в котором где-то квадратный километр площадь его. Не росло ничего, ни деревца, ни кустика, ни одной норки, чтобы грызу не были. Просто земля, голая земля. О том, что заносы боевых агентов с острова Возрождения имели место, военные, по всей видимости, знали. У специалистов местной противочумной станции они регулярно получали всю интересующую их информацию. По нашей работе они интересовались. Когда были эпитосложнения, заболевания чумой человека, они интересовались, приходили, спрашивали, какой у вас будет ли выделен от этого больного или трупа, как там, сколько штаммов выделено, интересовались. Но по их работе я точно, чем они занимаются. Но, как народ говорит, население, так я тоже так знал в общих чертах. Но самое страшное произошло потом. Весной 1988 года в разгар Горбачевской перестройки в Вашингтон поступили разведданные о том, что Советский Союз, вопреки конвенции 1972 года, производит так называемый антракс. Антракс – боевой агент сибирской язвы, смертельно опасного заболевания. Антракс – это идеальное биологическое оружие. Древнейший микроорганизм способен образовывать споры, предохраняющие его от воздействия окружающей среды. В таком виде он может жить бесконечно длительное время, продолжая заражать людей. В готовом к применению виде антракс представляет собой порошок розового цвета. По данным New York Times, тонны антракса, накопленного в СССР, необходимо было уничтожить во избежание крупного международного скандала. Соблюдая особую секретность, специалисты военного предприятия под Екатеринбургом погрузили в возбудитель сибирской язвы специальные емкости из нержавеющей стали и залили их хлорной известией. Затем смертоносный груз был размещен в 24 вагонах и проделал путь через российскую и казахстанскую территорию до Аральска. Контейнеры захоронили в 11 могильниках на острове Возрождения. На сегодняшний день остров в Аральском море считается самым крупным кладбищем биологического оружия в мире. New York Times пишет, что Соединенные Штаты вплоть до 1992 года не знали, что Советский Союз производил в Средней Азии захоронение антракса. Хотя с помощью орбитальных спутников разведка зарегистрировала необычную активность на острове в 1988 году. В 1992 президент Борис Ельцин издал указ о закрытии полигона и военные его покинули. Приблизительно в это же время в США эмигрировал военный биолог полковник Канаджан Алибек, директор биотехнологического центра в Тепногорске. Сведения, которым располагал высокопоставленный специалист, попали в руки американских должностных лиц. Еще через три года американцы по приглашению узбекской стороны тайно побывали на острове и взяли пробы антракса из могильников. Результаты этого исследования повергли всех в шок. Споры антракса, несмотря на мощную дезинфекцию и почти 10 лет пребывания в могильнике, полностью не погибли. Бактериологи из США, по информации Джудит Миллер, посещали остров еще два раза в 1997 и 1999 годах. И опять по приглашению Узбекистана. Им необходимо было установить, работают ли американские вакцины против советских боевых агентов. Результат исследования был положителен, что несколько успокоило администрацию Билла Клинтона. Однако угроза биологического терроризма сегодня актуальна как никогда. И сейчас, если говорить о биооружии, оно уже не рассматривается так, как раньше. Это арсенал крупной державы, доведение масштабной войны с массовым поражением. Сейчас мы больше рассматриваем его как средство для решения локальных каких-то задач. В частности, биотерроризм – это сейчас очень простая проблема. Об этом мы уже говорили давно. И в нашем, предположим, центре проводятся мероприятия уже два года. Особенно вот эти сентябрьские события, 11 сентября, террористическая акция в Соединенных Штатах. И затем угрозы лидеров террористов, что могут применить химическое и биологическое оружие, еще более актуализируют эту проблему. При желании заполучить штамм сибирской язвы с острова Возрождения можно без особых проблем. Сегодня сам объект из-за хоронения не контролируется властями. Кроме того, в районе острова найдена нефть. А это значит, что в ближайшем будущем он станет еще более доступным. Существует также угроза естественного распространения боевой чумы с острова Возрождения на материк. При продолжающейся регрессии Аральского моря может соединиться остров с сушей, с материком. И произойдет, если это будет экологический желоб, потекут, как говорится, грызуны и в ту, и в другую сторону. Произойдет паразитарный объект. И может быть выплеск этого видоизмененного штамма нового на очаговую территорию, традиционную. В пассиве у нас молчание России, несогласованность прохождения линии границы с Узбекистаном и, судя по всему, отсутствие средств на рекультивацию территории острова Возрождения в ближайшем будущем. Таинственный остров продолжает хранить свои смертоносные секреты. КОНЕЦ КОНЕЦ